В 1986 году компанией Konami было принято решение прекратить производство портов своих аркадных игр на платформу Famicom и сделать совершенно новую игру, аналогов которой не было раньше. Так появился дьявольский замок Дракулы, или как говорят сами японцы, Акумаджоу Дракула. Главным героем игры стал некий Саймон Бельмондо, потомок Кристофера Бельмондо, который много лет назад уже победил Дракулу. Но в канун Пасхи кто-то провел ритуал, и дьявольский замок вновь возвышается в Трансильвании. Саймону необходимо вооружиться истребителем вампиров, кнутом предка, которым и был побежден Дракула. При создании игры разработчики вдохновлялись классическими фильмами ужасов и литературными произведениями. Таким образом в игру попали и Медуза Гаргона из древнегреческих мифов, и Монстр Франкенштейна из книги Мэри Шелли, и ожившие мумии Алана Эдгара По, и сам Дракула, персонаж романа Брэма Стокера. Саймону нужно было пройти по замку Дракулы, минуя множество ловушек и убивая врагов, попутно собирая бонусы и улучшения для кнута, гостеприимно разложенные хозяином замка по канделябрам. Игра вышла для аддона Famicom Disk System в 1986 году и быстро завоевала сердца геймеров по всей Японии. По этому поводу было решено портировать ее на систему Nintendo Entertainment System или попросту NES и выпустить игру в США и в Европе. Опасаясь разборок на религиозные темы, разработчиками было принято решение переименовать проект, взяв за основу игру слов «Замок», «Кэссл» и «Трансильвания». В итоге игра стала называться «Кэсслвэния». А из-за особенностей консоли был вырезан процесс сохранения, потому как дисковода, как у Famicom Disk System у NES не было, а первый картридж с батарейкой для питания энергозависимой памяти находился еще на стадии разработки. С момента появления прошло много лет и Konami выпустило уже множество игр серии «Кэсслвэния». Но слава и реиграбельность восьмибитной Акумаджоу Дракула до сих пор не дает покоя многим разработчикам игр. Всем халло, друзья! Меня как всегда зовут Лулзи Фан. И как вы поняли из названия ролика, говорить мы сегодня будем об игре Bloodstained Curse of the Moon. А почему я вначале рассказал о Кэсслвэне? Потому что она сыграла главную роль в разработке Bloodstained. Первое, что я подумал, когда запустил игру, это Кэсслвэния, и даже сделал запись в своем блокноте, в котором делаю пометки к играм. А спустя минут 30 я дописал туда «Блядь, это Кэсслвэния». Разработчики и правда вдохновлялись игрой от Канами, хотя прохождение заглавного героя больше похоже на Ниндзя Гайден, но основные механики игры и даже некоторые уровни взяты из костлы. Мы начинаем игру за Зангетсу, воина, который должен найти источник скверны, которая постепенно заполняет весь мир. Зангетсу вооружен катаной, который рубит нечисть направо и налево, и по ходу прохождения игры освобождает три сферы, которые заключены в трех первых боссах, а внутри этих сфер находятся дополнительные игровые персонажи. И тут перед нами встает выбор, что же с ними делать. Мы можем либо взять их в свою команду, либо проигнорировать, либо убить их. Но давайте об этом немного попозже, сейчас мы возьмем всех дополнительных персонажей в свою команду, и давайте я немного про них расскажу. Мириам. Воинственная девчонка, вооруженная кнутом с очень большой дальностью поражения. Она очень ловкая, высоко прыгает и умеет делать подкат, что позволяет добираться в ранее недоступные места. Альфред. Колдун и алхимик. Имеет очень маленький хелсбар и очень короткую дистанцию боя. Гебель. Вампир. Атакует вихрями тьмы по диагонали вверх. Но помимо обычных атак у каждого героя есть спецспособности, которые выпадают из фиолетовых фонарей. И носить каждый герой может только одну способность. Если вы возьмете новую, она просто заменит собой старую. Узангетсу. Это шар на цепи, которым можно бить только по диагонали вверх. Магический шар, летящий вниз и взрывающийся при соприкосновении с поверхностью. И дьявольский огонь, который при активации немного увеличивает силу атаки. Мириам может экипировать нож, летящий строго вперед. Косу бумеранг, очень похожую на косу грим рипера. И три кинжала, летящие по диагонали вверх. Альфред может призывать щит из фаерболов, который не только блокирует весь урон, но и наносит дамаг всем врагам. Двойника, который идет немного впереди колдуна и повторяет все его действия. Стрелу холода, который можно заморозить врагов и потом использовать либо как платформу, либо разбить с одного удара. Но только у Альфреда. Есть специальная атака, которая хранится в специальном зеленом фонаре. Это самонаводящиеся энергетические сферы. И наверное не нужно объяснять, каким из героев я обычно побеждал боссов. Гебель же в свою очередь умеет только превращаться в летучую мышь, которая летает по всему экрану и может атаковать врагов. В целом же все четверо составляют одну команду, которой очень удобно проходить уровень за уровнем. И даже если один герой умрет, жизнь вы не потеряете. Чтобы потерять жизнь, нужно чтобы погибли все четыре персонажа. Разработчики позаботились и о самых нежных и неподготовленных геймерах. В игре два режима, ветеран и казуал. В режиме ветеран нам дается три жизни и все. Умер, будь добр вернуться к началу уровня. В казуальном режиме жизни бесконечные. После удара противника героя не отбрасывает назад. Мана из кувшинов дается в два раза больше. И как мне показалось, враги наносят на порядок меньше урона. И на нем нам намного проще дойти до конца и посмотреть одну из шести концовок. Да, в игре целых шесть концовок. И зависят они от того, каким составом пройти игру и на каком уровне сложности. Самая простая это пройти игру, когда у тебя в команде есть все персонажи. Как я собственно и сделал на первом прохождении. Есть дополнительная концовка за прохождение режима Nightmare, когда нам не дают управлять Зангетсу. И есть концовка за прохождение соло Зангетсу. И так далее, меняя состав команды и игнорируя или поглощая некоторые сферы. Теперь самое главное. Спасенных из сфер персонажей можно либо добавлять в команду, либо игнорировать, либо убивать их и поглощать их силу. Каждая поглощенная сфера дает какую-то способность. Например, за Мирием нам дадут способность бить кнутом в прыжке вокруг себя. За Альфреда двойной прыжок, а за убийство Гебеля – дэш, который активируется двойным нажатием кнопки направления движения, либо по кнопке B. За поглощение сферы финального босса нам откроется не только дополнительная концовка и ачивка, а также режим Ultimate, в котором все ранее поглощенные сферы останутся у Зангетсу, и также он научится заряжать атаку для более мощного удара. Помимо всего этого, откроется режим Boss Rush, в котором нужно победить всех боссов игры, не имея жизней, но при этом настраивая умения всех персонажей по своему усмотрению. Как видите, в Bloodstained Curse of the Moon очень высокая реиграбельность, и собрать все ачивки и посмотреть все концовки за один вечер не получится. Разработчики из Inti Creates проделали по-настоящему большую работу и создали хорошую и качественную игру, которая должна понравиться как и новым игрокам, так и олдфагам, таким как я, которые будут искать отсылки к серии игр Castlevania, а их здесь на самом деле немало. Это и хлыст в руках Мириам, и нож, как из первой части игры, летящий строго вперед, и фонари, в которых лежат бутылки с маной, позволяющие использовать спецспособности, прямо как сердца в серии игр Castlevania. Это и секреты, спрятанные в стенах, и лягушки, так похожие на горбунов из первой части, которые в одном из уровней просто не дают покоя. Отсылок на самом деле очень много. Некоторые просто бросаются в глаза, а некоторые настолько очевидные. Да что я вам говорю? Смотрите сами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И музыка. Музыкальное сопровождение очень близко к оригинальной Castlevania, выполнено в 8-битном стиле и отлично подходит как для битвы с боссами, так и для прохождения уровней. Из минусов можно отметить тот факт, что не всегда правильно прожимается прыжок в сторону и можно получить урон, либо свалиться в пропасть. И, наверное, небольшую продолжительность игры. Хотя в оригинальной Castlevania уровней было не больше. Если продолжить сравнивать две эти серии, то Bloodstained достойный представитель жанра, и если бы эта игра вышла лет на 30 раньше, то составила бы достойную конкуренцию Castlevania. А спустя два года Инти Кри Эйтс выпустили продолжение игры. Но это уже тема для отдельного ролика. Спасибо, что досмотрели до конца. Все как всегда. Если понравился ролик, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте бить в колокол, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Еще заглядывайте в описание. Там я всегда оставляю ссылки на своих друзей, которые активно поддерживают мой канал. Также там есть ссылка на Бусти, на котором я обычно выкладываю ролики раньше, но не всегда. И есть ссылка на Патреон. Так что, если хотите поддержать меня еще и монеткой, то welcome, буду только благодарен. А в комментариях обязательно напишите, какую из игр серии Castlevania вы любите больше всего. А если играли в Гладстейн, то напишите, какие еще отсылки к оригинальной костле вы нашли. И не забывай, что все мы разные и у каждого своя собственная точка зрения. И наши мнения могут отличаться. Ведь это меня зовут Лузи Фан, а тебя нет. Играйте в хорошие игры. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok